Микс Ньюс. Добрый день, 12.16 на часах. В эфире Разворот. Веду передачу я, Леону Борисову. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня ректор Латвийского университета Индрикис Мужникс. Здравствуйте. Добрый день. Звоните нам 672 12 939 672 13 939 и пишите нам в WhatsApp 2061 91. Поговорим сегодня об актуальных проблемах, в том числе и высшем образовании, но не можем обойти, конечно же, последнюю ситуацию выборы ректора Латвийского университета, которые сопровождались скандалами, самыми противоречивыми оценками. Я, может быть, постараюсь сейчас пересказать нашим слушателям всю ситуацию, а вы поправляете вносить свои коррективы, если что не так. 24 мая состоялись выборы ректора вуза на Конституционном собрании Латвийского университета и за вашу кандидатуру проголосовал 141 человек. Был еще другой кандидат Гунтерс Берзинч, за него проголосовал 118 участников. И при этом из 300 участников собраний... 128, если можно. А, 128. Да, 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 простите. И при том, из всех 300 участников, да, я так понимаю, собрания должны были голосовать, на создании были только 286. Ну, это уже очень хорошее, значит... А не является ли это нарушением внутренних правовых актов вуза, то, что не все... Нет, 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 по всем уставам, но это никогда 300 всех участников невозможно собрать жизненьше. Довольно динамично, и тут и всякие задания, и... Ну, в любом случае, для того, чтобы это учредительное собрание было правоможным, чтобы был тогда нам всего необходим 150, и при том... Один. ...151, и это только в начале собрания, так что, если это там, да, это уставы собрания, так довольно-таки интересно написано, что, значит, этот хороум фиксируется только один раз в начале, и потом, ну, поскольку, ну, поколе-то собрание еще тут продолжает свою работу, она правоможна принять решение, даже если уходят там... То есть, до момента голосования, допустим, некоторые участники могут покинуть? Да, да, но для того, чтобы проголосовать, это было достаточно больше, чем необходимо, там, 280, это очень хорошее участие. А скажите, пожалуйста, почему тогда, ну, поскольку никто не набрал абсолютного большинства, да, были объявлены повторные выборы, ректора? Нет, не было объявлены повторные выборы, было объявлено, я сам объявил, так что не было, я получил 141 голос, ну, то, что не является больше половины того, что там присутствовало, да, я, ну, это можно было трактировать, как и мою победу, так как я получил больше, да, но так как это, ну... Ну, не большинство. Ну, не большинство. Ну, во многих выборах такая система есть, если, ну, так четко прочесть то, что написано в уставе, то можно было и таким образом понять. Нет, здесь у нас на парламентских выборах тоже получают большинство голосов одни, но это не означает, что они... Получают абсолютное большинство голосов. Ну, получают большинство голосов по сравнению с другими, допустим, партиями, но это не значит, что они являются вотом ведущими, да, в парламенте. Ну, да. Поэтому, мне кажется, это не означает это. Или вот вернемся как раз к нормативным актам. Это прописано, то есть, если... Да, это прописано, да. Ну, так как, ну, университетская и вообще-то академическая среда, если идет речь о выборах, ну, на такие специфические должности... Ведущие позиции, да. Да, не только ведущие, но там и на доцента, и на профессора, выборы всегда. В этих случаях считается, что необходимо набрать абсолютное большинство из присутствующих и голосовавших, да. И это и то, что бы называли скандалом, но я не знал, не называл бы это скандалом. Это было такое внутреннее, ну, чувство незавершенности процесса, и там написали некоторые наши коллеги жалобу в оргкомитет этого собрания, ну, что это как-то, ну, кажется, нехорошо. Ну, поэтому для того, чтобы вызвать, чтобы, ну, прояснить эту ситуацию, у меня был единственный провожающий органом университета, который в тот момент мог созвать еще учредительное собрание. Я это сделал, и само собрание, не я, а само собрание... А вы имели право, вы конкретно, созвать второе заседание? Да, это я единственный был, кто имел право, потому что... Потому что вы еще ректор по тому сроку, да? Да, и тому срок, и теперь я ректор, пока... Так как, ну, мой официальный срок закончился 4 августа, это было еще в начале июня, и, значит, пока опять-таки не принято решение в кабинет министров, я продолжаю действовать как ректор. А почему во второй тур выборов прошли только вы, как кандидата, а господин Борзнич, нет? Потому как это собрание решило, и есть решение Сената, что в таких случаях, как вот был на первом собрании, что во втором туре участвует только тот, который набрал больше голосов. Даже несмотря на минимальный перевес, но перевес, правда, небольшой, да, сколько, 13 голосов, это дает вам преимущество, и вы являетесь единственным кандидатом. Ну, а что же? А что было бы тогда, если бы вашу кандидатуру не поддержали, были бы повторные выборы? Тогда было, да, все началось сначала. Вот Министерство образования и науки еще указывает на тот факт, что во время проходивших первых выборов ректора 13 членов Конституционного собрания, которые принимали участие в выборах, они не имели права участвовать в данном голосовании. Вот о каких 13 участниках идет речь? Это совершенно, по-моему, неправомерная трактировка со стороны Министерства как-то, потому как само собрание утвердило мандат этих всех 13 участников, они тоже были, ну, знаете, там сложная система, как университет большой, университет 15 тысяч студентов, около 3000 сотрудников и технического персонала, в общем, взяты, и только 300 участвуют в этом учредительном собрании. Они все выбираются тоже тайным голосованием структурных своих, да, на факультетах, в институтах, всюду, где это происходит. И, конечно, там тоже есть какой-то конкурс, да, и не все, которые участвуют, сразу получают право участвовать в учредительном собрании. Это как в Сайме, скажем, тоже от партии там выбирается пять или восемь человек, и там за чертой остается есть еще несколько, да. И вот 13 человек, из них восемь студентов, пять сотрудников, по каким-то причинам не смогли участвовать в этих, ну, на этом собрании МАЭ. Они, значит, положили свой мандат, да, и, ну, в порядке очереди на этот мандат могли претендовать... Те, кто был следующий по списку. Ну, да, ну, тоже как сами, если, скажем, там, один депутат уходит или министром, или почему-то уезжает в Гонконг что-то там делать, но его мандат получает следующий. Ну, и таким образом вот эти мандаты и были получены. Это, в принципе, ну, это дело решить, ну, это, может, самоучредительное собрание, ибо это самый, так сказать, высокопоставленный орган, который сам может о себе всякие решения принимать, ну, так же, как в Сайме в государстве. И, ну, значит, придумать или предполагать, что именно эти 13 мили, те, которые проголосовали за меня... Ну, засланные, да, ну, я так понимаю, исходя из трактовки, да. Ну, это совершенно, совершенно, ну, вынесло чушь. Ну, я могу предположить это по заключению Министерства образования, но, значит, это предполагает, да? Ну, они предполагают, ну, что поделаешь. Это действительно, ну, такая, ну, совершенно неправомерное предположение. Скорее, я думаю, что может... Это, ну, зачем, значит, это еще... С моей точки зрения, это только расширило, не расширило, а дало возможность тем структурным единицам, которых, ну, представители которых по таким причинам не смогли бы участвовать, но все-таки, ну, побольше или, ну, получше представить свои интересы, и таким образом это было очень демократично, и я даже предполагаю, что эти 13, скорее всего, ну, поскольку я тут некоторых из них знаю и дискутировал с ними, они скорее голосовали против меня, а не за меня. Ну, я же... Ну, это действительно смешно. И еще одно уточнение. Я ознакомилась с публикацией журнала ИР, который указывает, также ссылаясь на нормативные акты университета, что перед вторым заседанием не было официального объявления о повторных выборах ректора. Если бы такой пункт был в распорядке дня, тогда бы заседание посетили намного больше участников. И второе, опять же, таки, ссылаются на издание, что чтобы голосование считалось официальным, необходимо минимум два кандидата, а на втором заседании были представлены только вы. Это действительно так или это чушь? Совершенно, совершенно чушь. Ну, я не знаю, какие только вымыслы можно придумать. На заседании, учредительное собрание приходит не того, что там интересная программа, и, скажем, будет такая или иная, извините, представление. Это же не концерт, это действительно задача и, как можно сказать, обязательства университетских людей, которые там выбраны. И, при том, это собрание и сама учредило свой распорядок дня, и там были два предложения. Кстати, другое предложение – голосовать все заново, и по двум кандидатам, и по Сенату, и все-все-все-все такое заново. Значит, те, которые хотели иметь другой распорядок дня, были в курсе, даже приходили и предлагали свой вариант распорядка. Этот распорядок, так же, как распорядок, который предложил организационный комитет этого собрания, был известен, и он даже обсуждался за день или за два дня в таком расширенном собрании деканов, институтов, директоров и представителей этого. Так что сказать, что это никто не знал, и это вдруг выплыло в течение этого собрания, это действительно вымисел. И так же вымисел, что нельзя голосовать, если есть кандидат один. Ну, во многих случаях было, ну, не в университете так часто, но в других университетах часто бывает, что есть только один кандидат, и за него и голосуют. Так что это совершенно неправильно. Господин Мужник, ну, почему сейчас вот эти вот выборы последние обросли таким количеством историй, предположений? У нас, я так понимаю, четкого нет регламентированного, не знаю, процесса выборов ректора, я так понимаю, ни в высших учебных заведениях, ни Конституция Латвии не определяет порядок проведения. Где проблемы? Я просто хочу понять, на что можно сослаться, чтобы четко понять, да, действительно были нарушения или нет. И все. Знаете, университеты, в принципе, все высшие учебные заведения, ну, они достаточно автономны, и, ну, как тоже, ну, муниципалитеты, они сами себе издают правила, и это действительно не оговорено ни в Конституции, ни в законе, ни в каких-то, ну, и даже в этом уставе университета, в Сатверситете, который называется, там очень, ну, таких общих чертов. Да, я его посмотрела, я действительно не нашла там распорядок проведения этих выборов, да. Да, и это описывается уже в уставе самого учредительного собрания, и собрание, очевидно уж, этот устав уже 20 лет принято, да, и этот, этот устав дает тоже... То есть он менялся 20 лет, вот такой, какой он есть, вы не вносили никаких или с собрания никаких коррективов? Нет, никаких коррективов не внесли, и после этих выборов, ну, стало ясно, что, наверное, такие коррективы нужны, и они будут внесены в течение этого года, это всё хорошо, но именно то, что, значит, на втором собрании выборы прошли, после этого никаких, там, ну, упрёков или жалоб со стороны участников собраний, и, в общем-то, из всего университета, где от студентов, от сотрудников жалоб никаких не было, начал нормально функционировать и Сенат, и, ну, университетское руководство продолжало нормально функционировать, никаких тут, как иногда слышится, что какие-то там дальнейшие скандалы, непонятия, кризис, ничего подобного не было, ну, до того времени, когда министерство начало это разбирательство, которое, ну, по нашему мнению, и не только по нашему мнению, а также по мнению, которое дали независимые юридические... Два юридических бюро? Да. Да, является абсурдным и неаргументированным. Ну, да. Мы сейчас прервёмся новости рекламы, после чего продолжим. Я напомню, у нас в гостях сегодня ректор Латвийского университета Андрей Кейсов-Мужник. Начнём принимать ваши звонки. Я вижу, они есть во второй части программы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем разворот. Напомню, у нас сегодня в гостях ректор Латвийского университета Андрей Кейсов-Мужникс. Напомню, это ведущий университет Латвии, и министр образования Илга Шуплинска подготовила для кабинета министров проект. Она возражает против того, чтобы кандидатура господина Мужникса была утверждена на должность ректора. Господин Мужникс, вот мы только что в перерыве с вами поговорили о том, что у вас состоялась дискуссия на Латвийском радио с министром образования, поскольку она занимает этот пост сравнительно недавно, полгода после того, как был сформирован кабинет министров и абсолютно новое лицо, если можно сказать так, в политике. Какие у вас с ней сложились отношения, и какое у вас впечатление от министра, который, в принципе, руководит, возглавляет вашу отрасль? – Ну, она, может быть, новой политикой, но в высшем образовании не совсем. Она врезокно была. Проректором по наук я тоже был длительное время. Проректором по наук, может быть, там тогда я пересекались как проректора, но точно не помню. А в любом случае у нас с ней так по-человечески никаких споров и разногласий не было. То, что, значит, ну, они врезок не имели когда-то, уже, наверное, лет 8 или 9 назад такой очень, ну, можем сказать, болезненный опыт тоже с выборами, которые многократно спаривались и тому подобное. Может быть, это оставило какие-то тяжелые последствия ее в памяти, поэтому вот этот вопрос так и возник. Но в любом случае то, что вот и в прошлый раз в кабинете, и до этого многократно озвучивала, что это не вопрос только обо мне, а скорее о необходимости перемен и нового моделя правления в общем высшем образовании. Ну, можно, конечно, говорить, и никто не оспаривает о том, что такие перемены нужны, но это, извините, две разные вопросы. В моем случае кабинет даже не оценивает ни мою биографию, ни мою программу, ни мои, там, скажем, специальности, или до сих пор сделанное, оценивает только правомощность и соответствие выборов закону высшей школы и устава университета. Ничего более. И поэтому связывать это, как это произошло в прошлом заседании кабинета министров, где и она, и министр юстиции, ну, очень пламенный, может быть, во многом правильно говорили, что необходимы эти перемены, что необходима новая модель правления. Это все может быть, это можно обсуждать, и можно менять законы, и все делать, но не надо, так сказать, мешать мухой с котлетами. Но вы только что мне вот так же в перерыве сказали, что отметили ее стиль общения и сказали, что она, как бы, может быть, даже избегает какой-то личной встречи. Да, в последнее время мне такое, ну, такое чувство появилось, но действительно она, насколько я и слышал от других членов кабинета и всех этих собраний, она безкомпромиссно настаивает только на свое и никаких других аргументов в настоящее время выслушивать не хочет, несмотря на то, что даже госканцелярий два раза уже не согласовал, но, может быть, удастся в конце концов заставить госканцелярию там убедить, что надо это согласовать. Но в любом случае это не меняет сущности дела, так как я тоже не юрист, но эти все, которые имеют юридические эти, ну, отзывы или как это называется, я даю мне такую уверенность, юридическая оценка дает уверенность, что, ну, надо будет судить, ну, что поделаешь. Вы только что сказали о том, что Кабинет Министров сейчас рассматривает исключительно процесс проведения выборов, не учитывает ни ваши заслуги, ни вашу специальность, ни все, что вам было сделано, причем вы занимали эту должность 2015 года, возглавляли, да, университет. Как вы сами себя оцениваете? То есть вы считаете, что вы подходите на эту кандидатуру, что ВУЗ действительно развивается, что вы это видите? Ну, человек же как-то все время анализирует и критикует себя за что-то, да? И если бы вы двигали свою кандидатуру повторно, то это мне дает право предположить, что вы считаете себя подходящим этой должности, но если немножко шире. Ну, конечно, иначе я бы не выдвинул, иначе так много, все-таки больше половины голосующих все-таки, ну, не поддержали бы моей кандидатуре. То, что вот теперь, ну, не такая уж подавляющее большинство, это тоже, по-моему, очень хороший признак того, что университет развивается, и в процессах развития всегда есть и разногласия, и разночтения. Но то, что сделано за эти прошедшие четыре года, мы значительно, значит, выросли, помолодели, начал тоже действительно хорошо развиваться новый, это наш академический центр в Пардаугаве, там для этого теперь есть очень хорошие задатки в развитии новых программ, мы самые удачные вузы по научным достижениям, так что, в принципе, эти все, ну, так сказать, предпосылки для дальнейшего успешного развития и большей консолидации вуза, то есть сделать его, действительно, ну, взаимодействие между факультетом, между институтом еще теснее и более эффективно, это, ну, то, что, как я видел и вижу развитие университета наших соперников, то есть коллега Берзинч, он больше, так сказать, разрознен, ну, каждый по себе и там тогда будем видеть, ну, вот там и наше главное разногласие, я думаю, что именно из-за этого многие, которые факультеты более преуспевающие, считают, что им лучше, может быть, держаться так порознь, а университет, конечно, это наше богатство, это разнообразие факультетов и институтов и научных направлений, но это богатство, а сила все-таки взаимодействия и в общем, в общих таких активностях. Президент Игел Слевиц также прокомментировал всю ситуацию с процессами выборов и, в принципе, он озадачился сферой высшего образования и заявил, что в этой сфере в Латвии царит посредственность, да, то есть он оценивает достаточно низкое и качество, и развитие, вот, как вы можете это прокомментировать, согласитесь ли вы, понимаете ли вы, о чем говорит президент? Если говорить о образовании в общем, наверное, это и так есть, потому что у нас ведь 16 государственных и еще где-то, я не вспомню, четко, но в общем-то в общей сложности у нас больше 20 вузов. Конечно, университет выделяется, по-моему, из этого количества, ну, так же, как технические университеты, университет страны, не все-таки более высоким качеством, но всегда, конечно, есть возможности расти и, ну, усовершенствоваться, особенно, если смотреть по тем направлениям, где больше всего студентов, это социальные науки в первую очередь, но, если говорить по социальным наукам, то, ну, скажем, юристы университета, по-моему, ну, безоговорочно, все-таки лучшие по стране, ну, по экономистам, скажем, по политологам, можно, может быть, и что-то больше сделать, но, и это вопрос просто, и вопрос, действительно, может быть, модернизации управления, об этом тоже говорил президент, и мы не против этого, и мы, конечно, даже за, мы уже в 2004 году теперь в процессе этих дискуссий я даже откопал старый наш проект закона, который университет подготовил, и который уже до второго чтения в Сайме дошел, где вот эти все новые идеи уже обозначены, и довольно-таки четко изложены, да, но каким-то образом там кризис начинался, потом следующее правительство об этом забывали, ну, мы, конечно, согласны продолжать эту дискуссию, если бы заметили, наверное, было также такое открытое письмо от многих вузов и от научно-исследовательских институтов именно к премьер-министру, но с призывом действительно возобновить эту работу именно под, ну, сказать, покровительством президента, потому что это можно было дать такой не политической направленной, а более объективную и более целеустремленную развитие этой работы. Это мы за. Господин Мужник, наденьте, пожалуйста, наушники, давайте начнем принимать звонки. Здравствуйте, мы вас слушаем в эфире. Перезвоните нам или сделайте наушники, пожалуйста, потише. В одном из интервью вы сказали, что причиной обострившейся борьбы за должность ректора может являться принадлежащей университету недвижимости. Тоже, конечно. Что вы имели в виду? Что за недвижимость? И кому она интересна? Университет очень большой и он имеет такую недвижимость, которая уже с довоенных времен принадлежит университету. И есть еще и целая группа теперь объектов недвижимости, которые переданы университету от государства. И именно во время моего предыдущего ректорства мы и через САЭМу, и через Кабинет Министров получили изменения в законе и этих правил Кабинет Министров, позволяющих нам теперь самим, не через там, скажем, как это называется государственное ВАЛСНЕКУСКОМАИПОЩЕМ ГОСАГЕНСТВО НЕДВИЖМОСТИ по НЕДВИЖМОСТИ нам самим продавать эту недвижимость, ну, конечно, установлены порядки, через аукционы, все такое, и использовать вырученные средства на развитие нового академического центра ТОНКОНС. очень такая, ну, и ответственная, и большая задача, ну, в результате, конечно, тут необходимо быть, ну, максимально заинтересованным в развитии университета, не допускать никаких там, ну, отклон, потому что, ну, скажем, это всегда вопрос, ну, сколько это мы можем выручить, и сколько мы через бюджет потом можем получить, и тут, конечно, всегда может возникнуть какие-то задние месли насчет этого недвижимости. У нас в студии относительно недавно был ваш коллега, господин Рыбитский, который возглавляет РТО, и мы с ним обсуждали ряд законов, в том числе и требования к иностранной профессуре, и также выдвинутые требования о переводе частных вузов на латышский язык или другие языки Европейского Союза, и он отметил, что у нас в Латвии есть привычка перестраховываться и порой излишние, и примел в пример требования правительства не принимать студентов государственных в государственные вузы Латвии из стран с повышенным риском терроризма. Такое требование есть, но я думаю, что... О каких странах идет речь? Тут есть список в этих самых... Ну, там, по-моему, есть и Пакистан, и Бангладеш, и Шри-Ланка, и многие африканские страны. А вы согласны, что это действительно чересчур, потому что эти студенты, которые приезжают в Латвию, но они приезжают в Латвию учиться? Они на Верикаве дают экзамен, они дистанционно сюда пытаются поступить? Да, ну, именно это дистанционное поступление иногда вызывает некоторые вопросы, потому как у нас, я думаю, что, ну, конечно, в большинстве случаев это, ну, нету там никаких больших угроз терроризма, но, знаете, хватит одного, чтобы тут действительно мы получили действительно серьезные упреки. я думаю, что в мире очень много государств откуда тоже хотят приезжать к нам учиться и если, ну, особенно сконцентрироваться на именно те опасные варианты, ну, может быть, и не стоит, и при том это не совершенно, ну, такая совершенно, совершенно изобрет, это можно при действительно, ну, если уж очень хотеть. То есть, нет такого, что, ага, студент, да, отличник, да, выдающийся, студент из Бангадеш, но мы не можем, потому что у нас есть, можно этого избежать, да? А как вы считаете, поддерживаете ли, что действительно иногда перебарщивают с требованием, допустим, к иностранной профессуре, которая тоже вынуждена, если преподает здесь, я сейчас не говорю, может быть, о таких, знаете, гостевых визитах, когда приезжают, профессор читает определенное количество часов и уезжает, да, и тогда без разницы, на каком языке не имеет значения, а вот об этих требованиях знания латышеского языка на высшем уровне, да, это, допустим, означает, что у нас в Латвии может не быть, там, не знаю, астрофизика или другого профессора, просто потому что этих специалистов здесь не... Это не так, опять-таки, абсолютно. Это, конечно, ставит некоторые барьеры, но только в тех случаях, если этот профессор хочет выбираться на постоянную должность, ну, то есть, на 6 лет. Да, да, да. И, ну, в большинстве случаев, ну, это не тот вариант, чтобы иностранный высококвалифицированный специалист за те 2,5 тысяч максимальных, которые может профессор получить, ну, чтобы он так очень и рвался. Стремился учить язык, да, вы имеете в виду? Да, стремился учить. Но, в принципе, это возможно, и на, скажем, во многих других странах, скажем, Швеции, такие тоже требования есть, если не учишь шведский язык, то преподавать не сможешь, но, с другой стороны, это как раз заставило возвратиться некоторых наших коллег из Швеции, они теперь работают в нашем университете, потому что, вот, ну, здесь латыши, кто-то не знает, они исконные латыши, да. А как тогда бороться с этой посредственностью? Смотрите, это замкнутый, какой-то парадоксальный круг. Мы выдвигаем требования, а... Нет, ну, тут не так страшно, потому что, скажем, не все, конечно, не все, не все, мы сами тоже, но не надо говорить, что мы все посредственные. Нет, нет, я к тому, что мы без привлечения постоянного иностранного опыта, мы варимся в собственном соку, вот, и, знаете, такой консенсор... это как, скажем, в хоккейной команде, там есть наши игроки, много их, но все-таки для того, чтобы, ну, так сказать, повысить уровень, есть и эти игроки, обмен практикой, модели, другой видения, другой подходы. Да, это все возможно, это люди, теперь их количество возрастает, и, по-моему, если мы действительно это хотели решить, то не стоит затрачивать очень много сил и бороться с законами и с изменениями, необходимыми изменениями закона о языке, а скорее вот идти через науку, потому что для научных сотрудников никто не возбранил читать лекции, и для занятия научной должности, где намного, может быть, и ширше эти возможные ну, рамки получения грантов, из которых можно и, может быть, зарплату больше сделать, чем просто работая преподавателями, Вы только что сказали, что эти 2000 евро, которые обещают на должность профессора, который постоянно избирается, на 6 лет утверждается в составе профессоров вуза, они не кажутся привлекательными любому специалисту, и сюда неохотно, соответственно, едут, а что делать? Ну, вот теперь, например, в университете как повышать конкурентоспособность эту свою? Это можно идти через все эти инструменты Европейского союза. Например, в университете теперь делается не только нас, в Венспилле, тоже так называемый эрочер или эрокафедра, то есть возможность привлечь для интересующей для нас области, интересующей нашей области заграничного, необязательно там знающего латышского языка любого специалиста, и там уже, значит, заработная плата, которая может быть от шести до восьми тысяч, это уже, ну скажем, немецкий профессор, он получает где-то, ну, с возрастом там зарплата повышается, ну, где-то около шести тысяч. Немецкий профессор в Германии, да, в Германии, да. А почему у нас, допустим, можете ли вы быть инициатором такого законопроекта, чтобы у нас, как в Эстонии, там, Тартус, университет, на законодательном уровне обеспечивалось ежегодное финансирование, причем возрастающее, независимо от выборов, от правительства, от партий, просто при принятии бюджета определенная сумма закладывается с учетом инфляции, и вы тогда рассчитываете. Ну, это можно было быть одним из вариантов тех законодательных изменений, которые предполагались, о которых говорит президент. Может быть, действительно. От кого должна исходить инициатива, допустим, если правительство сейчас разбирается с кучей своих проблем, я говорю, в отрасли образования нехватки учителей или здравоохранения, вы можете, да, вы можете быть инициатором Лазвейского университета? Мы можем, конечно, мы такие инициативы периодически делали, как я уже говорил, и мы готовы это еще продолжать, но я еще раз говорю, это должно идти через законную основу. Но вас игнорируют, то есть вы не... Ну, в настоящее время ответ один, вот мы только уже в этом году говорили и с господином Машей Раденц, который, ну, председатель комиссии, соответствующая комиссия ИСАЭМа, да, ну, необходимо, может быть, виду инициативу по стимулированию наших ведущих вузов, чтобы попасть в это 500 лучших вузов мира. Вузов мира, да. мы согласились и главное это действительно направление работы отметили именно по привлечению больше новых конкурентоспособных профессоров, исследователей, новых докторантов, новых магистрантов. Ну, действительно, то, что делает науку вузе более видимой, именно это и оценивается в этих международных рейтингах, да. А то, что в конце концов получилось от дальнейших дискуссий, это, ну, действительно, в бюджете таких средств нет. Ну, где тогда взять, если нет в бюджете, ну, тогда можем думать о новом периоде планирования структурных фондов, потому как там всегда было... заложена эта статья расходов на вузы. ну, не на вузы, а действительно на науку, вещеобразование и инновации. И если там, так сказать, не просто распределить поровну, что только опять-таки будет стимулировать посредственность, да, а действительно сконцентрировать на такие мероприятия, которые могли бы дать этот прорыв... Толчок, да, хотя бы. Тогда это есть возможность. В принципе, это не только следующий период структурных фондов, который через три года начнется, это нужно уже теперь в пределах то, что мы имеем. Это уже пересмотр уже существующих структурных фондов. Да, нам на этом пора заканчивать. Спасибо большое. Это был ректор Латвийского университета Индрики Смужник. Спасибо, что к нам пришли и провела передачу Леону Борисову, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо. Спасибо.